В настоящий момент мы приехали немножко раньше, мы приехали перед первыми игроками команды, мы их сейчас уже ждем. И как раз таки вот в ходе нашей экскурсии посмотрим, чем мы их подготавливаем и как мы их подготавливаем к игре, какие процедуры мы выполняем и, в общем-то, как именно мы готовимся к предстоящей игре с МБА. Перед тренировкой игрок пожаловался на боли в голеностопном суставе, мы провели функциональное тестирование, ничего страшного там нет, но есть небольшая перегрузка и небольшое воспаление в области сухожилия. Наш главный физиотерапевт сейчас занимается физиопроцедурами, а после будет массаж области голеностопного сустава и ахилла и голени. Естественно, стартовые пятерки. Те ребята, которые накануне провели больше времени на площадке, на них будет больше внимания, у них могут возникать действительно перегрузки и какие-то проблемы такого мышечного характера, легко устранимые, легко решаемые, просто на них нужно обращать внимание. Это наш питстоп после тренировок игр. Протеиновые коктейли, которые восполняют потери энергии, которые были в ходе тренировки игры. Ну, после тренировки каждый находит для себя лучшее решение, чтобы восстанавливаться. Кто-то любит холодную ванну, кто-то любит потянуться пассивно. Кто не любит вообще сделать силовую тренировку после баскетбольной. Начинается цикл восстановительных процедур. Вот одна из самых любимых, которые есть у наших спортсменов. Это спортивный массаж. И наши замечательные специалисты всегда готовы показать им ее. А после этого все потихоньку будут собираться домой и уходить на отдых до завтра. Привести любого игрока к некому единому плану, да, и подготовке к игре, и восстановительным процедурам почти что невозможно. Каждый игрок, он действительно уникален. То есть, по-хорошему, да, у нас и в плане активации каждый проходит совершенно свой путь. Более того, сам игрок в течение длительной спортивной карьеры просто про себя знает, что ему лучше. Да, кто-то должен отдохнуть, кто-то должен активировать мышцы. Эта активация может быть разная. Да, в нашем случае действительно есть ряд ребят, которые работают с весами перед игрой. Это абсолютно норма. И это не является ни в коем случае противопоказанием. Координация у высоких и больших игроков требует больших усилий, чем игроки невысокого роста. Поэтому в упражнениях на координацию они делают акцент. Изотонический напиток, который используется для восстановления организма. Игроки много потеют во время игры и теряют много электролитов. Вот тут и полный набор электролитов, минералов, витаминов. Тоже такой напиток для восстановления организма. И время проведения на площадке, и возраст спортсмена, он однозначно играет свою роль. И действительно сейчас мы видим, что ветераны нашего клуба, они прекрасно смотрятся. Они ни в чем не уступают молодым игрокам. Хотя еще 30-40 лет назад такое было невозможно. То есть игроки заканчивали раньше. И во многом здесь речь идет именно о синергизме работы и врачей, и тренеров ОФП, и тренеров по индивидуальной подготовке. Насчет большой ротации свежих сил и ремонта. Все друг на друга борются. Ну, на самом деле тут надо сказать, что у нас собрался очень медперсонал, который очень переживает за игру и за команду. Поэтому для нас любое мероприятие, связанное с игрой, это в первую очередь большие эмоции. Давайте поддерживаем игрока, аплодисменты, друзья! В контакте был удар по голове, достаточно, достаточно. И сейчас болевой синдром, в принципе, здесь все страшно. Сейчас установим. Я ударил на голову, и Тим был первый человек там. Он на медицинском стаде, и я обеспечу Тим быть там как быстро, как он мог. Но, luckily, это не было ничего слишком серьезного. И это все, что у нас медицинского стаде делается. Они всегда есть для нас, чтобы дать нам еще что-то, что-то мы нужны. Ис, Анатолий, кто-то, они всегда есть для нас. Сегодня, ну, вы видели, что происходило на паркете. Да, то есть было много достаточно борьбы. И здесь для нас было, конечно, принципиально, так скажем, не упустить что-то. И в четвертой четверти действительно была такая неприятная травма у Мэлла, ушиб головы. И все хорошо, да, ничего страшного не произошло, слава богу. Но тут речь идет о том, что любые травмы головы, шейного отдела, позвоночника, это всегда для нас такой красный свет, да. То есть мы должны моментально бежать к игроку и смотреть, что ничего страшного не произошло, потому что это все жизнеугрожающее состояние. Вот, здесь просто ушиб мягких тканей, да, поэтому, в общем-то, местно охладили немножко нашего игрока, отдали обезболивающее. И я думаю, что в ближайший день тренировки он уже будет полноценно вместе со всеми. Всегда в СССР были прекрасный медицинский штаб, прекрасные физиотерапевты, доктора, кто работали до, кто работает сейчас. Все вкладывали не только свои силы и знания в наше здоровье, в нашу реабилитацию, но также свою душу. Поэтому большое им спасибо и низкий палкалон. В том году, так как я пропустил изотравму, я с медиками проводил очень много времени, поэтому отдельная им благодарность.